Генератор обещал события. Генератор обещал события. Генератор обещал события. Генератор обещал события. праздник в среде вайшнава все очень любят праздник самое главное за то что что еще много всего можно после праздника поесть большие пюре я рассмотрел там в этом в интернете там с такими тарелками бахты сидят в наших храмах там конкретно там да ну там понятно 108 блюд там это как бы серьезно как бы заявки вот поэтому праздник хотели сейчас посмотреть а вадута махараджи там проводит сейчас такое прямой трансляции будут махараджи идет но значит а газ гупта гвардхана там такое поклонение госвами махараджи вот все преданные но у нас что-то начал там все подвисать и мы поняли что нам нужно свою какую-то программу проводить потому что вот все должны участвовать в серии должны прославлять как-то гирираджи гвардхана вот поэтому мы мы сегодня почитаем гарга самхиту немножко вот и пойдем готовиться к празднику все народ нара придет много вот мы сейчас прочитаем здесь гарга самхите есть такая голова прям называется гирираджи кханда гирираджи кханда а я сначала хотел на самом деле другое прочитать составление силашидара махараджи очень важное по поводу сегодняшнего дня сегодня анукут мохотцева очень очень важный момент силашидар махараджи рассказывает о сокровенном смысле праздника анукута то есть сегодня про проходила гвардхана пуджи когда гирираджи гвардхана ему сначала предложили он все съел а потом все заначки тоже съел как залез залез во все у него много рук проявилось он залез во все дома что там эти гопы за запрятали и он все это забрал у них очистил все дома как бы все съел потом все вернул вот и мы должны понять что если мы сами не отдадим все господа господь сам заберет ну и вернет обратно может быть ну может быть так как они преданные конечно он вернулся но на самом деле господь сюда всем все дает просто не все способны переварить в чем проблем большинство живых существ то что у меня нет способности переваривать больше чем нужно вот так как жадность очень серьезная мы стремимся все больше больше хапануть а потом это нас и губит так сокровенный смысл праздника анукута анукута мохотцева праздник сигирираджи гвардхана шруте есть мантра которая гласит а нам ваи брама пищи и зерна она тождественно высшей трансцендентной личности брама вас то человек должен постигать высказывание священных писаний шруте через в 2 труд хеврите всесторонние глубокое изучение их непосредственного основного смысла да да давайте всем бахты если мы решим что слово она в этой мантре употреблено в поверхностном смысле и означает лишь пи лишь пиши и зерна это только усилит нашу склонность наслаждаться в этом мире и сохранить наше неприятие кришны которые присущи об условном душе подобного нам тут очень важно изучаешь намажешь говорит если мы решим что слово она в этой мантре употреблено в поверхностном смысле означает лишь ки Reverend рана это только усилит наша склонность наслаждаться в этом мире усилит наша склонность наслаждаться и сохранить наше неприятие кришна которая присущи об условном душам подобным нам пища из зерна ана состоящая из материальных элементов не имеет никакого отношения к трансцендентному бытию браме однако пища предложенная шихари является брама ват нервикарам хиядха вишну стхаива тат тождественно неподвластному изменением брамана является непосредственно самим шивишну однако пища предложенная шихари является брама ват нервикарам хиядха вишну стхаива тат тождественно неподвластному изменением брамана является непосредственно самим вишну очень важно всегда предлагать пищу и предлагать внимательно не просто как обычно бывает пища предложенная шихари является тождественно неподвластному изменением брамана является непосредственно самим шивишна безусловно брама это трансцендентная личность и он доступен нам виде звука шабды который мы можем воспринять на слух поэтому он известен как шабда брама подобным образом слова она в мантре анамва и брама означает не что иной как харикадху харикадху и бы только харикадха утоляет голод души давай и духовную пищу и удовлетворение то есть душа на ней не обязательно питаться хлебом всем остальным душа на ей нужна духовная пища виде харикадхи а из того что мы больны мы думаем что мы голодны на материальном плане и постоянно хотим кушать какой-то какого-то зерна вот но самое главное то харикадха поэтому лечение очень затяжное пока мы привыкнем харикадхи пока она даст горько это харикадха понятное дело что но как с вами говорит что святое имя она сначала горькая пока болит печень больна да то есть пока пока печень больно сладкое кажется горьким на когда мы сладкое принимаем постепенно все очищается вылечивается и мы становим начинаем правильно вещи воспринимать если мы будем вкушать трансцендентную она то есть харикадху наша душа расцветет в полную силу только харикадха является настоящим просадом или милостью богована сделаем же этот наши целью принимать харикадху как истинный боговат просад нет сомнения в том что наш что это она форма харикадхи является трансцендентной личностью брама потому что харикадха это непосредственно сихари совершенные философские заключения ведических писаний подтверждают что слово брама означает исключительно господа вишну махажаны прошлого месяца учителями наши гуру варги проводили праздник анукута преподносили горы анны видимых виде харикадхи доставляя тем самым чувством го-ширадхи говинда бесконечно растущую варда на и неповторимую радость таким образом они поклонялись и рад чеширадха говинде сегодня благоприятный день для сегодня благоприятный день и гвардхана пуджи и анукута мохотцевой мы посвятим его исключительно прославление шиширадха говинды ши говардхан это лучший слух шихари харидаса варья хотя говардхан это ашрая виграха обитель любви кришне преданный видит его как вишая виграху объект этой любви или самого кришна гандгайки шили или шилограм шили поклоняются как самому шина райане таким же образом говардхана шили поклоняются как самому кришне говардхана дхари ши кришна поднявших он гвардхан и сам гвардхан это одна и та же личность в то же время гвардхан это олицетворение не имеющий себе равных сильной жажды удовлетворить чувства го кришны известные как кришна кама или кришна прити которая постоянно постоянно растет варда на до безграничных высот поэтому вместо того чтобы поклоняться индре и другим полу богам богиням мы должны всеми возможными способами поклоняться гвардхану в этом состоит истинное учение с химар бахтирак шахстердэф гасаем хорош делаю грубе сегодня слышал лекцию в гурбе он говорит что удивительным образом что гири гвардхана сам кришна на тоже он даже он он проявлен как лучший харидас то есть лучший слуга то есть одновременно сам господь и одновременно проявлен как слуга потому что на гвардхане проявляются самые сокровенные лилы господа там множество пещер множество озер которых господь со своими спутниками он наслаждается так нам и почитаем но надо сегодня что-то желтым ну что-то желтым а на я не хочу на за низких сфере такой яркий на явление покупали надо что-то синие ну и цвета цвета господь лейтенанда а сегодня то среду надо быть ухода вот покупали а сейчас тогда что-то такое красная яркая желтая оранжевая поклонение шигираджу шибухлаша спросил по какой причине верховный господь поднял хонгвардхана одной рукой словно ребенок поднимающий гриб лучше из мудрецов пожалуйста расскажи мне об этой славной лилии господа кришны шинарда сказал как горожане платят годовой налог царю так и глупо пастухи в конце каждого сезона дождей предлагали различные дары царю небес индри однажды увидев приготовление пастухов к индра яги кришна спросил собрание глупо своего отца нам до отец какие блага мы получим от поклонения игры индра яги приносит духовные или материальные блага надо ответил о сын мой поклонение индре дарует букте чувственное наслаждение и мукти освобождение не поклоняясь ему человек не может обрести счастье в этом мире еще кришна сказала индра и другие полубоги наслаждаются на сваргалоки благодаря своим благочестивым заслугам в прошлом когда и был по когда плоды их будут благочестивой кармы иссякнут они вернутся в мир смертных даже брама боится этого что уж говорить о тех кто привязан в плодам своей деятельности пожалуйста пойми папа что это поклонение приносит освобождение мудрые говорят что бесконечное время проявление высшей силы всевышнего отрекаясь от всех плодов материальной деятельности мудрые принимают прибежище у верховного господа и поклоняются ему предлагая плоды свои был своих благочестивых деяний только они никто другой достигает высшего освобождения коровы святые огонь полубоги веды и принципы религии представляют верховного господа владыку жертвоприношений те кто вместо поклонения полубогам поклоняются господу хари обретают счастье как в этой жизни так и следующий хонгар хан царь среди гор он появился на груди самого господа хари и прибыл сюда благодаря могуществу по власти муни увидев его человек несомненно освободиться от рождения и смерти в этом мире первым поклоняются коровам браманам и полубогам затем нужно предложить богатое подношение халму гавардхану это подношение царь всех жертвоприношений очень дорого мне если вы не желаете проводить это жертвоприношение тогда делайте все что хотите вот как нам в этом мире но не хотите поклоняться господу так ради бога делать делала ничего в этом можно делать делать что хотели делайте что хотите но поперешь на чем просто говорить и поэтому мы все занимаются чем хотят в этом мире вот но если мы хотим что-то высшего действительно ценного то мы должны поклоняться до первым поклоняются коровам браманам полубогам а затем нужно предложить богатые подношениях халму гавардхан и перед этим он говорит что халму гавардхан да сам господь хари сам господь поэтому ему и нужно поклоняться это подношение царь всех жертвоприношений очень дорого мне если вы если вы не желаете проводить это жертвоприношение тогда делайте все что хотите ну кришна говорит я не несу ответственность за ваши как бы действие можете там тому поклоняться тому как бы это просто на самом деле это вот казалось бы такая простая фраза мама радикальная то есть она радикального для нас всех просто господь он говорит делайте что хотите кого если хотите меня то поклоняйтесь мне я буду удовлетворен если хотите что чего-то другого делайте что хотите не хотите меня слушать очень важно на самом деле поэтому должны этот момент а в одном месте вообще там где-то помог махабхарате по моему там в одном месте там в кино махабхарата там кришна он такой говорит там а чего говорит это самое поклоняйтесь индре они говорят но понимаешь если они дры как бы прогневается он не даст дождя дождя не будет не будет травы не был к корову будет голодный мы будем голодные такой так чего в интере страха поклоняйтесь что ли так это же не работает вообще поклонение страха нужно же из любви говорит поклоняться вот и он потом предлагает как раз синарда продолжал среди всех пастухов старший гопы сананда который в совершенстве знал принципа религии принял слова кришны за истину пока сбитый с толку словами кришна нанда молчал сананда сказал кришне дорогой сын нанды ты наделен редкостным пониманием трансцендентного знания поэтому ответь мне прав правдиво как нужно поклоняться этому холму верховный господь сказал человек который владеет своими чувствами и заден преданным служением господа должен собрать необходимые ингредиенты для поклонения смазать холм гвардхан коровьим навозом во время воспевания браманам молитв тысячеглавому пуруши он должен с другими браманами омыть холм водой из рек ганги и иммуны нужно мыть холм молоком панчам ритой осыпать его ароматными цветами и снова омыть водой иммуны потом следует предложить холму роскошные одежды пищу большой трон цветочные гирлянды украшение огненные лампады после этого нужно обойти холм поклониться и со сложенными ладонями произнести следующие слова то есть на вот это все нужно будет проводить до дуар акина сюда не то есть перед орать и обхишековом делать да потом туда уже орать ему поставим а на алтарь обратно после этого нужно обойти холм поклониться и со сложенными ладонями произнести следующие слова о корона галоке у холм гвардхан держащий на своих коленях в риндаун о зонт верховной личности бога я в глубоком почти не склоняюсь перед тобой все за этим следует предложить холму полную пригоршни цветов а потом под аккомпанемент сладких звуков мриданг каратал и других музыкальных инструментов провести арати гирираджа далее нужно пропеть мантру который начинается со слова ведах ам не осыпать холм зернами так следует поклоняться гвардхану затем с великой верой необходимо предложить гвардхану пищу примечание помянуты здесь мантры святошвара панишат я знаю верховную личность бога который трансцендент к материальному творению только тот кто знает его может пересечь океан рождения и смерти и нет другого пути для освобождения кроме знания о всевышнем после этого нужно предложить гирираджа 4 5 или 6 чашек воды из ганги и иммуны смешанные с листьями тулуси деревца тулуси потом с умиротворенным сердцем следует служить кому гвардхана предлагая ему пир из 66 видов блюд а затем предложить ароматные цветы огню браманам коровам и полу богам накормив возвышенных браманов ароматной и вкусной пищей необходимо также предложить эту пищу другим даже неприкасаемым собакоедом затем гопы и гопи должны радостно танцевать среди коров восклицая джая джая так необходимо проводить праздник поклонения холму гвардхана а сейчас пожалуйста послушайте как это поклонение должно проводиться когда человек не находится рядом с гвардханом следует соорудить из коровьего навоза форму холма гвардхана на земле нужно украсить эту форму гвардхана цветами травой и лианами регулярно поклоняться ему если человек у которого есть золотая гора не используют ее для поклонения камню камню с холма гвардхана он отправится в ужасный ад под названием махара урава тот кто регулярно поклоняется господу форме килограмма шивы не соприкоснется с адом как лишь лотоса не соприкасается с водой возвышенный браман который регулярно поклоняется гвардхана шили достигнет результата омовения во всех священных реках и озерах семи миров человек который год за годом заботливо поклоняется гирираджу обретет счастье в этой жизни достигнет освобождения следующий великий праздник ши гирираджа чина рода сказал выслушав слова сына нанды сананда нанда и другие старшие в радже были удивлены отказавшись поклоняться индре они провели поклонение гирираджу царю гор вот царь взяв множество подношений нанда и шода двоих сына кришны и барама и гаргамуне счастливо пошли поклоняться холму гвардхана быстро взобравшись на красиво украшенного гигантского слона привязанного золотой цепью нанда отправился с множеством коров и богатством осеннего урожая к холму гвардхана он уседал подобно самому индре в сопровождении своих любимых родственников принеся соответствующие ингредиенты для проведения жертвоприношения нанда упананда и брешепхана со своими женами детьми и внуками пошли гвардханом наряженная в праздничной одежды и драгоценное украшение радха ехала в полонкине со своими подругами как шачи с полубогинями вот царь пышно украшенный изящно махая двумя красивыми чемарами окруженные миллионами гопи сияющими лицами словно луны подруги радхи валита вишаха стояли возле нее затем приехали рама вираджа мадви майя ему на и ганга сопровождение 32 8 и 16 групп вот в своих предыдущих жизнях эти гопи были женщины митхилы кашалы олицетворенными ведами великими мудрецами женщинами айотхи яги ситами женщинами из леса женщинами с вайкунхи чем господом баврамачандра женщинами высшей обители вайкунхи женщинами различных лучезарных обителей женщинами здру волоки и лока чалы подругами лакшми наделенными тремя трансцендентами достояниями женщины летающими на воздушных виманах лианами и растениями джиланхари дочерьми океана дочерьми царя бархишмати женщинами сутава локи абсарами и дочерьми царя змей сейчас как девушки в радже украшенные и наряженные в богатой одежды с великолепными подношениями в руках они пришли к гирираджу царю гор мы читали перед этим да что все это все эти женщины они в результате тех или иных обстоятельств обрели благословения различные благословения благодаря которым они смогли родиться в то время когда господь кришна явился на земле и участвовать его его как гопи след за ними прибыли держа в руках флейты и посохи мужчины пастухи юноши и мальчики гопы одеты в желтой одежды тюрбаны с павлинями перьями и украшенные ожерельями гунжи и лесными гирляндами затем услышав о празднике царя гор из моих уст у подножия гвардха нанеся на своих спутанных волосах воды ганги с жрельем из черепов вымазанной пеплом из крематориев украшенной змеями свернувшимися клубком от накопившегося яда в сопровождении парвати и его спутников выседая на своем трансцендентном буке нанде появился господь шива тысячи святых мудрецов раджариши випрариши сурариши ситхи йогешвера парамахансы и браманы пришли увидеть хоум гвардхан вот царь своей блестающей формой украшенной драгоценными камнями множеством золотых пиков живописными пещерами быстрыми ручеками и опьяненными пчелами хоум гвардхан напоминал гигантского слона затем прояв в человекообразной формы и неся благие дары своих руках цари гор возглавляемые возглавляемый горами меру и гималаями выразили почтение склонившись перед человекоподобной формой гвардхана следуя наставлением кришны нанда царь вража пригласил брамана для поклонения гвардхана нанда провел поклонение браманам огню и коровам и предложил роскошное подношение шри гирираджу затем кришна счастливой и удовлетворенной пением танцами и игрой на музыкальных инструментах гопи и гопа по главе с нандой упананды и брешепхана обошел вместе с ними лучшего из гор гвардхан пока полубоги проливали с небес цветочный дождь а в раджавасе разбрасывали зерно гвардхан император все гор сиял славой и великолепием словно великий монарх на жертвоприношение затем кришна проявил свою гигантскую форму не отличную от своей изначальной формы встал рядом с гвардханом и объявил я этот холм и принялся поглощать огромные горы пищи которые были предложены холму увидев великую мощь и богатство холма гвардхана сердцами полными восторга и удивление гопа и гопи попросили у холма благословения они сказали пастухи знаешь что ты божество которому поклоняются цари гор сын нанды раскрыл нам твою истинную природу пожалуйста благослови нас чтобы наши родственники друзей коров всегда процветали и благоденствовали проявив красивую божественную форму украшенной короной и браслетами холм гвардхан царь царей гор сказал да будет так и внезапно исчез нанда упананды все брешепхану бала рама чандра царь брешепхану царь нанда кришна все гопи гопы коровы браманы ситхи йогешара во главе с господом шива поклонялись и предлагали поклоны холму гвардхану затем счастливы исполнив все свои желания они разошлись по домам все желания не были поклоняться холм и так я писал тебе трансцендентно игрушки кришна чандры на празднике поклонения холму гвардхану царю царей гор это удивительное очищающее описание освобождает любого кто услышит его от самых тяжких грехов понятно и опоздал мы читали повествование которое освобождает от всех грехов серии задержался оставил мы жмешь не проливаем проливает господь мы прочитаем книжку под воровой но только в том случае если колбасу не ворует и шарик не предложены так ну ладно харе кришна на этом мы утреннюю программу сегодня закончим будем сейчас готовится будем готовиться к празднику пари харайя нама кришна ядовая намаха пари харайя нам пишна ядовая намаха ядовая нама и пишна ядовая намаха Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok